всем привет мои хорошие с вами я светлана та вышла на этот балкон такое солнышко здесь хотя прогнозов передавали тоже даже сразу может все изменится даже смотреть не могу видеть посмотрите на меня как меня высыпало вы видите вообще не пойму в чем дело здесь что это у меня в жизни так не высыпало понимаете с чем это связано ну ладно это все мелочи пройдет мой аж кем вчера испугался и маме тоже показала на место позвонила как ты что-то говорит мол я переживаю раньше ты когда здесь была в больнице работала я говорю не беспокойся я все меры приняла выпила надлежащие лекарства и все вы за меня не переживайте наш кэм да за цветочки хочу показать вам кое-что что мой ашкэм придумал мы это и хотели сделать просто я не успела заранее вам сняла видео а так посмотрите сами их сейчас у наш кэм закрепит и они не выпадут ашкэм я ваш я ваш я ваш вчера ночью он сделал здесь посмотрите эти резиночкой такой сейчас они не выпадут у меня это однозначно сейчас их надо полить сегодня обязательно потому что я дождь был и не поливала этот цветочек уже красиво у меня отцвел ну вот еще другие появляются так ну этот у нас очень красиво активно цветет как космея космея надо сейчас их полить мои халюси вы такие красивые так ладуете меня мои сладкие это тоже цветет а что здесь у меня с розой как вы думаете моя роза начнет цвести расти вот это авокадо и она уже все ей как капец открывать не хочу но получится получится знаете столько у меня здесь косточек авокадо не знаю прорастет еще ли другая будем надеяться сейчас я это эти цветочки отнесу на тот балкон которые неважно яптэнмы аферинаш кэм привет привет да еще развертит а она мошка поестью ромка чук Вот видите как Ашкэм мне помогает, мой Ашкэм, представляете, он сегодня вообще не лег спать, это какой-то кошмар, он сегодня не лег спать, я просыпаюсь, а он смотрю, здесь сидит, я поим сана, я поим, подождите, я ему помогу. А, посмотрите, я, короче, стала шить зонтик, думала, приведу его в порядок, а он вот гнилой, вот я так красиво, представляете, хотела делать дело и не получается. Мои лапули, лапатули, С вами поболтаю чуть-чуть и я же не могу без вас, вы ждете мое видео, думаю, ну не буду сегодня снимать, ну не получается, чтобы не снимать, понимаете, не получается, мои хорошие, чтобы не снимать с нами, не пообщаться, понимаете. Как бы я не хотела, но без вас я не могу уже. Что я хотела вам сказать? Что я хотела вам сказать? Мое последнее, ну, мое видео, видно, где я отвечаю на ваши вопросы, очень бурная реакция была, ну, каждого по-своему. Кто-то отреагировал, меня понял, кто-то не понял, ну, вы понимаете, я еще хочу сказать вам, что извините, что если я немножко громко повысила тон и извиняюсь за шум, вы представляете, я так нервничала, что я не слышала свою скороварку. Вот сейчас чайник кипит, аж как ему надо кофе делать, я тоже не слышу, но я не думаю, что это настолько будет такой шум. А эта скороварка действительно мне потом было самой неприятно, но я передала в этом видео все свои эмоции, свои ощущения, все мысли. Это же не бывает так, что я по сценарию работаю, я записываю видео, как вот я вот хочу, вот сейчас такая настоящая, понимаете, не играю. Ну, действительно, мне это устало я, писать комментарии, оправдываться, не то, что оправдываться, что мой муж не такой, кто-то своего мужа выхваляет, но у каждого мужья по-разному, вы полюбили их за какие-то хорошие качества, я полюбила своего мужа за то, какой он есть, понимаете. И я никогда не буду говорить, что мой муж самый лучший, у каждого хороший муж, и я поэтому не хочу даже писать и отвечать, ну, есть у вас такой муж хороший, ну, пожалуйста, живите, счастья вам. У меня мой хороший, меня мой устраивает очень, понимаете. Ну, я от своего мужа не собираюсь уходить, я просто хотела вам донести ту мысль, что действительно мы делаем все обоюдно, вот что я хотела сказать, что если вдруг какие-то будут неприятности с его стороны, хотя за три года у нас не появилось, значит, не будет таких. И мы не собираемся, мы не ссоримся с ним, не это, понимаете, мы находим общий язык. Поэтому я еще вам раз скажу, что, да, вот я ему просто вначале сказала, что если будет что-то плохое, я соберу чемодан и уйду, и все, я тебе не прощу, ни измены, там, еще такое, ничего. Ну, измена это такая мелочь все-таки, я сейчас ее не представляю даже, потому что мы 24 часа с ним вместе всегда находимся. А конкретно, вот, чтобы он на меня кричал, там, грубил мне, или руку поднимал, я это не прощу, вы сами знаете, но у нас такого нет. Поэтому я из кожи вон лезу, чтобы угодить своему мужу, вы понимаете? Потому что я счастливый человек, счастливый, потому что я просыпаюсь, рядом со мной улыбающее лицо. Потому что в основном сейчас просто, когда пост, мы этот, ну, в шутку все это делаем. Он меня поддерживает во всем, абсолютно поддерживает. Я ему могу сказать свою боль, потому что у меня сейчас в данный момент нет такой сердечной подруги, которая бы я поделилась. Кто рядом со мной? Муж мой. Иногда есть, конечно, близкие люди, но я не могу им звонить в любое время суток. Может, они спят, может, их дома нет, а он всегда рядом, поэтому мы, я делюсь им, с ним своей болью. Ну, так вот, буду заканчивать. Сейчас мой Ашкэм хочет кофе пить. У него сегодня очень плохой день, очень плохой день. Мои хорошие, я даже не знаю, как он это переживет. Он уже, у него же профессиональные болезни, он неделю смог, 7 дней. Сейчас не может. Не может, плохо ему. Потому что, знаете, что он не мог заснуть. У него бессонница. У меня вид такой сегодня некрасивый, извиняюсь. Но я думала, что сегодня будет холодно. А вот видите, как сегодня жарко. И я решила... Я еще решила зонтик зашить. И видите, неудачно, что-то хочется сделать. Сейчас раскраивать, где-то брать ткань. И что-то придумывать я это не буду этим заниматься. Ашкэм говорит, новый купер. Но хотелось бы, пока мы выйдем. У нас третий день сегодня. Мы не можем вообще с дома выходить. А потом я его отправлю. Может, открыто будут эти магазины. Вот эту банку он не положил. Я вам сказала, что я положил банку. Может, открыты будут магазины. И купит он эти зонтики. Оказывается, здесь вообще не было воды. Вообще, вот такие дела, мои хорошие. Всего буду заканчивать. Что я хочу сегодня приготовить на ужин? Что я хочу приготовить? Хочу... У меня есть... Филе я такое разморозила. Хочу сделать, чтобы обедом было, с соком. Тефтили с рисом. Тефтили с рисом я их запеку в духовке. Точно. Точно идея пришла. Так все сделаю. Потому что очень часто много видела. Хватит уже на газу, на все. Вот это вот приготовлю. Это будет классно. Ну, в общем, такие вот дела, мои хорошие. Сейчас выпью кофе и пойду вешать белье. Пойду вешать белье. Дела у меня не заканчиваются. Так, ну что. Вот мой сегодняшний ужин. Он идет сейчас в духовку. Тефтили куриные. Смотрите, выглядит так. Я решила, как сказала, приготовить их в духовке. Сделала зажарку отдельно. Залила это все. Положила еще помидорчики. Ну, а гарниром будет здесь у меня картошечка, пюре. Вот такой вот у нас будет ужин. Мои хорошие, вот наши, мои тефтили. Будем надеяться, что они готовы. Сейчас я буду сервировать стол. Друзья мои, вот наконец-то ужин готов. Сейчас это несу я, а шкыму. Пюре, тефтили куриные. Здесь такая закуска турецкая. Йогурт. Салат чубан. Он очень его любит. Ну и... Приятного всем аппетита! Продолжение следует...